Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск шоу оригинал или подделка. В одном из предыдущих эпизодов в комментариях зрители спрашивали, если внешние изделия выглядят одинаково, то зачем переплачивать? Сегодня мы проведем аутентификацию культовых сандалей Hermes Oren и докажем, что даже если с первого взгляда отличить фейк сложно, качество материалов, пошива и безопасность для здоровья всегда на стороне оригинального производителя. Расскажу немного о модели. Оригинальные сандалии были представлены аж в 1997 году маэстро Пьером Харди. За несколько десятилетий эта обувь уже стала настоящей классикой, хотя ее создатель вовсе не ставил перед собой цель сделать обувь вне времени. Босая нога, а на ней что-то нарисовано, так говорил Пьер Харди. Кстати, источником вдохновения для дизайнера стали традиционные мотивы африканского племени Ндебеля. Напишите в комментариях, удалось ли вам определить, что вот эта пара является оригинальной, а эта реплика. А я пока укажу на самые важные моменты, которые при экспертизе обратили внимание наши специалисты. Первое – это текстура замшевой кожи. В оригинале она более ворсистая и бархатистая. У подделки структура материала практически не ощущается, но замша гладкая, все нормально. Разница в цвете бросается в глаза. У оригинала это благородный беж сайбол, у подделки он более бледный. И забегая вперед, отметим, что цвет платформы тоже совершенно разный. Также вас должно насторожить наличие вот этой чудеснейшей непонятной наклеечки. Это в мою рубрику «Добрый вечер». Типа точно оригинал, видите, написано «Эрмейс Сейлер». Сто процентов орига. По-разному выполнены штампы с внутренней стороны. Причем в оригинале использован двусложный код, расположенный с двух сторон. А в подделке только односложный. Посмотрим на стельку. У оригинала на ней есть выпуклость, которая сделана с учетом анатомических особенностей стопы. Я так предполагаю. И, несмотря на тонкую подошву, ваши ножки не устанут, потому что у них будет амортизация. Она достаточно плотная, но при этом упругая. У фейкмейкеров сделать что-то подобное не получилось. Здесь эта вставочка значительно короче. И она абсолютно твердая, поэтому, в принципе, можно было обойтись и без нее. Штамп с логотипом, кстати, тоже выдает реплику. Он слишком глубоко вбит в кожу. В то время как у оригинала штамп лишь слегка нанесен поверх кожной стельки. Изучим подошву. Первое, на что вы должны обратить внимание, это вот такая наклейка. Такой часть упаковки в оригинале не предусмотрена. Сама поверхность у подошвы тоже другая. У оригинала здесь использована мягчайшая натуральная замша. В подделке, я думаю, тоже использована замша, но она достаточно мелко ворсистая. И ворсинки практически не ощущаются. Заметно отличается шрифт Hermès. Надпись Made in Italy у реплики и вовсе поплыла. Это очевидный признак подделки. Болтики на каблуке тоже разные. В оригинале они такие миниатюрненькие, в золотистом цвете. А у подделки, ну, это тоже металлик. Но намного крупнее и вбитые слишком неаккуратно. Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу. Отмечу, что качество подделок бывает разным. Иногда фейк бросается в глаза издалека, а порой нужно быть очень внимательными, чтобы распознать реплику. Однако, аутентификаторы оскели всегда обращают внимание на мельчайшие детали, чего и вам желают. Все, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok